МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Северодвинске пришел природный газ. Сегодня состоялась сварка первого стыка ветки газопровода. Она пройдет от ТЭЦ-1 через грузовой проезд до Беломорского проспекта. Масштабных раскопок не будет. Прокладка труб бестраншейная. Репортаж Ксении Юдиной. Прямо на наших глазах происходит историческое событие для Северодвинска. Сегодня делают первый стык на газопроводе распределительном от улицы Транспорта до улицы Южной. Его протяженность будет около 8 километров. Уже летом тепло появится в нескольких жилых кварталах и коммерческих предприятиях города. Напомним, в Северодвинске газифицированы уже два крупных предприятия. Это ОЦИО «Звездочка» и ТЭЦ-2, а также Северодвинский агрокомбинат. Привычных при сварке искр нет, ведь это новая технология. Сначала стыки зачищаются, обезжириваются, соединяются муфтой. Осваривают трубы путем медленного нагрева специальным аппаратом. Такой газопровод прослужит до 100 лет. Самые современные технологии будут применены на строительстве данного газопровода. Это полиэтиленовая труба. Это сварка, вы сегодня ее увидите, она искренне будет. Будет полуавтомат варить. То есть выдается у нас карта сварочного стыка. То есть все по технологии записывается и все контролируется. В Северодвинске выдан очередной, наверное, такой запас прочности. Сюда пришел газ, энергетика города в этом плане много-много приобретает. С замечательным событием поздравляю всех горожан. Например, природный газ поможет развитию жилищного строительства в Восточном планировочном районе Северодвинска. Важно это и для коммерческих организаций. В этом районе расположено 40 предприятий малого и среднего предпринимательства. Газ – это всегда важно, безусловно, потому что это альтернативные виды топлива определенного. То есть возможность для бизнеса локализовать внутри себя все эти системы. И, естественно, это возможность удешевить расходы и издержки бизнеса. Работа по газификации, промышленности, энергетике и жилфонда региона проводится в рамках поручения президента России Владимира Путина. В 2018 году на голубое топливо планируют перейти и Севмаш. В процессе сварки все участники мероприятия оставили на трубе автографы. Ксения Юдина, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска. Домом Пикуля заинтересовались инвесторы из области. Кроме того, он привлек внимание федеральных структур. До конца года на региональном уровне создадут рабочую группу. Сейчас рассматриваются разные варианты, но все они связаны исключительно с сохранением здания на индустриальной 36-19. Новый отдел администрации, который будет заниматься развитием туризма в городе, возьмет на себя этот вопрос, а также Неноксу, у которой большой туристический потенциал. Строительство круглогодичной грунтовки необходимость. Напомним, губернатор Игорь Орлов из Инспекции по охране объектов культурного наследия области выступила за сохранение дома Пикуля после того, как Совет депутатов Северодвинска 14 декабря отказался признать дом памятником местного значения. Фасадные работы на Торцево-79 приостановлены. Напомним, для того, чтобы покрасить фасад, рабочим пришлось натянуть полиэтиленовую пленку вокруг дома и обогревать его стены тепловыми пушками. Жильцы страдали от духоты и запаха в квартирах. Они обратились в нашу телекомпанию, а затем и к городским властям. Выполнить ремонт фасада в теплое время подрядчик не успел, поэтому такими мерами решил наверстать упущенное. Жители жаловались журналистам и городским властям, те в свою очередь решали проблему на уровне области. И вот представители фонда капремонта вышли на диалог с людьми. Там действительно была дискуссия. Позиция была не у всех собственников, была абсолютно однозначная. Тем не менее, все-таки было принято решение о приостановке работы по ремонту фасадов и переносе этих работ на летний период. То есть ориентировочно, в зависимости от температуры наружного воздуха, в апреле, мае, месяце работы на данном объекте по ремонту фасадов будут возобновлены. Отметим, что остановку работ в фонде капремонта считают неадекватным решением, а форс-мажором. Поэтому подрядчику, который не уложился в сроки и начал ремонт фасада зимой, дают право выбора – завершить этот контракт летом или вовсе отказаться от работ. В последнем случае региональный оператор в результате электронного аукциона найдет новую организацию, которая и завершит ремонт. Впрочем, работы на инженерных сетях в этом доме продолжаются. В старой части города сразу на трех перекрестках появились пешеходные переходы. В обустройстве дорожных знаков на проспекте Беломорский помогли городские депутаты. Какие перекрестки стали безопасными, узнаете далее. Дружно, а главное – безопасно переходят дорогу ученицы морской кадетской школы. Перекресток Беломорский и Комсомольская оборудовали пешеходными переходами. Осталось нанести разметку. Она появится, когда потеплеет. Раньше очень редко. Ждали долго, пока машина пропустит нас. И в школу опаздывали. Опаздывали в школу? Я не опаздывала. А где пешеходных переходов нет? Там надо ходить? Нет. Опасно. Опасно. Очень опасно. Но можно ведь полиция. Пешеходные переходы появились и на пересечениях Беломорского, Сломоносова и Лесной. Это очень удобно, потому что здесь пешеходных переходов и по этой улице ходит много народу. Поэтому очень хорошо. Спасибо. С оборудованием пешеходных переходов помог депутат Антон Чаленко. Народный избранник неоднократно обращался в комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации города. Оборудование пешеходных переходов было запланировано только на 2018 год. Но благодаря, скажем так, диалогу со специалистами комитета ЖКХ, взаимопониманию, получилось за счет экономии контрактов муниципальных этого года сделать это в этом году. По словам народного избранника, пешеходные переходы появятся на перекрестках Лесная-Железнодорожная и Лесная-Пионерская. Напомним, в бюджете города на 2018 год заложен 1 миллион рублей на капремонт переходов, более 500 миллионов рублей на ремонт и строительство дорог. Планируют продлить Морской проспект до Солзинского шоссе, возможно, соединят окружное шоссе с Юбилейной и отремонтируют Беломорский от Комсомольской до Южной. Евгения Карелина, Дмитрий Ткаченко, Вестник, Северодвинска. Севмашу сегодня исполнилось 78 лет. Именно 21 декабря 1939 года начал производственную деятельность завод номер 402. Накануне в Дитре лучшим корабелом генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко вручил ведомственные и региональные награды. За успешное выполнение производственной программы «Личный вклад в развитие судостроения» награждено 40 работников Севмаша. В списке строители кораблей, начальники цехов, электросварщики, сборщики-достройщики, мастера и представители многих других профессий. Звание – почетный металлург, присвоено начальнику 31-го цеха Александру Пожидаеву. Почетный метролог, начальнику лаборатории Татьяне Богдановой. Почетный судостроитель – пяти заводчанам. Почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли России награждено 23 сотрудника. Семь человек отмечены наградами Объединенной судостроительной корпорации, а девять корабелов – губернатором Архангельской области и администрации Северодвинска. Людмиле Федоровне Бубновой, заведующей складом второго отдела, вручена медаль Федерального агентства по государственным резервам за содействие. Кульминацией торжеств станет праздничный вечер, который состоится завтра в Доме Корабела. Сегодня самый короткий день в году. Уже в 14.14 солнце скрылось за горизонтом. Продолжительность светового дня в Северодвинске составила всего 3 часа 52 минуты. С каждым днем светлая часть суток будет только увеличиваться. Уже в субботу день станет длиннее на минуту. О погоде расскажет Ольга Матвеева. Погода к концу рабочей недели вновь будет снежной. О метеопрогнозах на пятницу расскажу вам сразу после коротких анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Поет ли в душе глава города и когда он впервые поцеловался. Необычная пресс-конференция прошла в молодежном центре. Вопросы задавали дети. Что за редкие книги подарил областной библиотеке ветеран Великой Отечественной из Верхней Тоймы. Расскажем в региональном блоке. В Северодвинске задержан подозреваемый в проведении незаконных азартных игр. Оперативные кадры изъятия компьютеров и обыски в квартире злоумышленника покажем в рубрике «Протокол». И верность музыке полвека. 36-я музыкальная школа отметила юбилей. О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор Северодвинск Молоко. Полезные продукты для вашей семьи. Уважаемые северяне, позвольте поздравить вас вместе с коллективом ОАО «Северодвинск Молоко» с наступающим! С Новым Годом! 22 декабря под данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодвинске ночью ожидается 3 градуса мороза. Днем минус 1. Переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра артутного столба. По народному календарю 22 декабря Анна темная. Считалось, что с этого дня начинаются наиболее суровые дни зимы – морозные и темные. Кроме того, предсказывали, какими будут новогодние праздники. Если в этот день ясно, то и под Новый Год выглянет солнце. Спонсор Небесной канцелярии «Северодвинск Молоко» – полезные продукты для вашей семьи. У меня все. Солнечного настроения. До встречи! Много лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца, плода, оценка проходимости маточных труб. Более тысячи видов лабораторных исследований. Лазерное лечение заболеваний лорорганов, герудотерапия, водительские комиссии. Прием ведут только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье – наша забота. Железнодорожная 34. Лучшее предприятие производственной сферы – Северодвинский хлебокомбинат. Теперь он по праву до стояния Севера. К этой награде в Северодвинский хлебокомбинат шел 75 лет. Предприятие выпекает хлебобулочные изделия в строгом соответствии с гостовскими рецептурами и по классической технологии. Сегодня на Северодвинском хлебокомбинате трудится свыше 400 человек. Выпускает 150 видов хлеба и кондитерских изделий. За последние два месяца хлебокомбинат стал победителем конкурса «100 лучших товаров России» – международного смотра качества, инноваций и традиций. Предприятие стало также лучшим поставщиком федеральной торговой сети и лауреатом Ломоносовской премии. Достояние Севера – Северодвинский хлебокомбинат. Хочешь качественное цифровое телевидение или быстрый интернет? Подключай Ионит. Это цифровое ТВ без дополнительного оборудования и переплат. Плюс скоростной интернет. Цена начинается от 280 рублей. Ионителеком всегда свой, всегда рядом. Очень быстро проходят новости. Хотелось бы узнавать о них поподробнее. Я поздравляю вас с Новым Годом. Теперь вы сможете узнавать все новости подробно. Новый Год – время подарков. Подаритесь своим близким подписку на газету «Северный рабочий». Оформить абонемент можно в любом почтовом отделении. В редакции по адресу улицы Южная 20, в магазине «Росич», улица Мира 15, на сайте nworkr.ru и в банкоматах Сбербанка. Теперь к новостям региона. Новые наследники Ломоносова определились накануне в Архангельске. В Институте открытого образования провели отборочный этап областной гуманитарной олимпиады. Десятиклассники писали эссе. Напомним, наследники Ломоносова – это официальный отборочный турнир на телепроект «Умницы и умники». Тему эссе – кандидаты в наследники Ломоносова узнают за 15 минут до старта. Им нужно порассуждать, стоит ли указывать человеку на его ошибки. На все дается 90 минут. Мы готовились с нашим учителем русского языка и литературы Евгением Михайловной Трубкиной. Она нас готовила, консультировала по поводу эссе. В отборочном этапе олимпиады участвуют десятиклассники из 21-го муниципального образования региона. На этот раз кандидатов 128. Но пробьются в четвертый сезон наследников Ломоносова не все. На съемки телепроекта в мае пригласят 27 основных участников плюс 5 запасных. Победители сезона поедут в Москву еще на одни съемки в телепрограмме «Умницы и умники». И, возможно, кто-то из них выиграет главный приз, как это сделал участник первого сезона наследников Ломоносова Тимур Меджидов. Ученик Холмогорской школы, наследник Ломоносова, настоящий, стал студентом МГИМО. Он прошел все отборочные этапы, стал победителем. Полуфиналисты были в предыдущие годы. А пока участникам Олимпиады остается ждать результатов отборочного тура. Их объявят через неделю. Элла Микушева, Сергей Зелинский, Вестник Северодвинска. Шесть старопечатных изданий пополнили фонд Архангельской Добролюбовки. Книги библиотеки подарил ветеран Великой Отечественной из Верхней Тоймы Борис Щепин. В его домашней библиотеке 7 тысяч изданий разных времен и народов. Какую ценность представляют книги старообрядцев для культуры Поморья, расскажем далее. Ему 94. Он заслуженный ветеринар Архангельской области, а в душе библиофил. В свое время лично общался со старообрядцами. От них и достались эти уникальные книги, не включенные ранее в свод книжных памятников области. Старообрядцы очень часто дарили книги тем, кто им понравится. Но понравиться старообрядцам было очень сложно. Это была целая наука общения со старообрядцами. Надо уговаривать, надо уметь разговаривать, не полениться, чай попить. А если к старушке второй раз пришел, сахарку принести. Он просто любил читать, а в родной деревне с литературой было туго. Собирать книги Борис Федорович начал еще в годы войны. Первое издание в домашней библиотеке – поэтический сборник Семена Натсена. Я студенческую стипендию расходовал на книги. Самое дорогое у меня из книг – это «Десятитомник Пушкина», извинный в 1949 году послевоенном, так, малым тиражом. Книги ветеранцы одержат в порядке, некоторые даже реставрируют. Поэтому издание старообрядцев, представляющие для культуры поморья, большую ценность в отличном состоянии. Валентина Приходько, Светлана Синицына, Михаил Каряпи, Вестник Сверадвинска. В усадьбе Архангельского снеговика, что в Соломболе, готовятся отметить Леденцовый Новый год. Сейчас там строят Леденцовую аллею, горку, лабиринт, самовар. Сладкую тематику праздника мастерам поручили воплотить в ледовых скульптурах. Как изо льда рождаются произведения искусства, расскажет Элла Микушева. Бензопилой все лишнее, ледяной пепел летит в стороны. Горку детям построили первой. Осталось спустить по бокам узоры в виде конфет, выровнять скат. Самое тяжелое позади. Всей бригадой таскали ледяные блоки массой 100 килограммов каждый. Теперь главное, чтобы погода не подвела. Для нас оптимально это минус 5, минус 7. Ну, 10 еще можно. Это самая прекрасная погода для нас. За выходные в парке появится леденцовая аллея, автодром, самый сложный объект, самовар. Скоро достроят и лабиринт. Горка будут обработаны под конфеты. Под карамель. Все симметрично по периметру. Верхушки. Там колпачок будет сверху. Шпиль. Это в форме башенки такой. Штишки тут бегать будут. Отыскать подходящий лед целая наука. Этот привезли из ближайших к Архангельску озер. Понадобилось около 500 блоков. Мы тоже выискиваем, где лед лучше. Даже на одном озере, в некоторых частях его, он может быть разным. И самое главное, толщина леда. Чтобы мы могли из чего-то делать. То есть нужно, чтобы лед нарос. Всего здесь появится 15 ледовых скульптур. Но красить их не будут. Это ускорит таяние. Их подсветят. До понедельника обещают собрать весь леденцовый парк. Сюда можно прийти в любое время после его открытия. А в период новогодних каникул с 1 по 8 января в парке также будут проходить театрализованные интерактивные программы, которые являются составной частью больших семейных праздников леденцовый Новый год. Как только скульпторы выполнят заказ архангельского снеговика, их ледяная мастерская переедет к зданию мэрии. Там возведут 5 ледовых фигур в честь грядущего 325-летия российского флота. Элла Микушева, Сергей Зелинский, вестник Северодвинска. В регионе разыскивается убийца-таксиста. Полицейские просят помощи у горожан. Также в Архангельске задержан грабитель пенсионерок. А в Северодвинске полицейские нагрянули в игровой клуб. Оперативные кадры смотрите в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – магазин «Рыбак». В магазине «Рыбак» вы можете приобрести по сниженной цене прикормки и живые наживки, мотыль в жидкости и опарыши. Акция до 8 января включительно. Магазин «Рыбак», Южная, 34. На помощь рыбацкой смекалке приходят всевозможные прикормки, активаторы клёва и наживки. В магазине «Рыбак» представлен огромный ассортимент по привлекательной цене. Всегда в продаже живая наживка. Опарыши простой, красный, крупный, простой в эконом-упаковке. Мотыль живой, один коробок, 30 рублей. Внимание, новинка! Мотыль в жидкости. Прикормка супер-универсальная, с живым опарышем, черви дандробена и навозные. Большой выбор сухой прикормки для ловли карпа, карася, леща и платвы. Магазин «Рыбак» на Южной, 34, в Северодвинске и на Садовой, 8 и Окружном, шоссе, 13, в Архангельске. В Северодвинске задержан подозреваемый в организации незаконной горной деятельности. Автоматы были установлены по двум адресам – на Ломоносово, 92 и 105. В ходе оперативных действий полицейские из Северодвинска и Архангельска изъяли 16 компьютеров и два терминала для проведения азартных игр и более 50 тысяч рублей. Проведены и обыски в квартире у подозреваемого. Открывайте дверь, полиция, вывнула дверь. 26-летний подозреваемый в организации незаконной деятельности задержан возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В квартире у подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также печати и около 60 тысяч рублей. Ранее подозреваемый судим не был. Сегодня ночью на Талашском шоссе 23 найдено тело водителя с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело. Полицейские просят водителей, проезжавших по Талашскому шоссе на участке от пересечения с окружным шоссе до поворота на понтонную переправу 21 декабря в период с 3 до 6 часов утра предоставить в полицию записи камер видеорегистраторов. Также свидетели происшествия просят сообщить по номерам, указанным на экране. Анонимность гарантируется. Следствие проверяет информацию о том, что мужчина принял заказ не через компанию. Задержан подозреваемый в совершении серии грабежей пенсионерок. Злоумышленник орудовал в Архангельске. Молодого человека подозревают как минимум в пяти преступлениях. Предположительно, он отбирал у пенсионерок пакеты с продуктами и кошельками. Последней жертвой стала 71-летняя женщина. Он напал на нее на проспекте Московском. Соседи пострадавшие задержали злоумышленника и передали полицейским. Какая возможность у меня была? У меня возможности нет. В данный момент сейчас нет возможности выплатить мне деньги. Подозреваемый 23-летний, безработный, ранее неоднократно судимый молодой человек. Полицейские полагают, что он может быть причастен к ряду других преступлений. Сообщить об этом можно по номеру, указанному на экране. 36-я детская музыкальная школа отметила юбилей полвека. Она прививает юным северодвинцам любовь к искусству. Юбилейный концерт «Дарите радость людям» прошел на сцене ЦКИОМ. Спонсор рубрики «Культурный город» – фирменный салон «Оскона». Постельные принадлежности, диваны, кровати, товары для здорового сна. Дом быта «Северное сияние», торговый центр «Радуга», второй этаж. Спите на здоровье. Мебель для вашего дома в торговом комплексе «Мега» на железнодорожной 37. Фирменный салон «Оскона». Это легендарные анатомические матрасы, кровати, диваны и аксессуары по отличным ценам. Корпусная мебель от фабрики «Шатура». Это высокое качество, итальянский дизайн, удобная комплектация. Спальня и гостиная в современном и классическом стиле. Всем покупателям скидки до 50%. Ждем вас в торговом комплексе «Мега» внутри торгового зала на первом этаже. В честь юбилея 36-й музыкальной школы каждый номер на сцене тематический. А их в этот вечер было более 20. Воспитанники музыкальной школы исполнили произведения Бома, Уотта, Жара. Свой музыкальный подарок преподнес камерный оркестр Архангельского музыкального колледжа. В его составе студенты школы искусств из Норвегии. На языке музыки воспитанники 36-й школы и норвежские флейтистки общаются каждый год. Они обмениваются опытом на совместных концертах в Северодвинске и Тромсе. Сегодня флейтистки выступили с особой программой. Мы исполнили «Чемороза» концерт «Соль-мажор» в двух частях. А еще играла соло «Серенаду с Париоса». Это очень интересно, потому что тяжело общаться, находить общий язык. И тогда больше репетируешь вместе. Сыгрался с норвежками и круглый отличник Владимир Корунный. Он занимается в камерном оркестре «Ронда» пять лет. Я иногда, когда к нам в гости приходят, я им играю. Что играешь? Какие называются произведения? Я мазурку играл. Вот сейчас мы будем именно это играть, детскую симфонию. Полвека 36-я музыкальная школа прививает детям любовь к искусству. Юбилейный концерт «Дарите радость людям» – это повод собрать вместе учеников, выпускников, ветеранов школы. Показать уровень самих педагогов. Два года я работаю здесь, в городе, в 6-й школе. Очень славные дети, великолепный творческий коллектив. То есть вот я довольна тем, что я сейчас в этом коллективе работаю, что у меня замечательные ученики, понимающие родители. То есть у нас состоится тот гоник, который необходим для воспитания музыканта юного. Педагог, ребенок и родители. Сейчас в 36-й музыкальной школе занимаются 340 юных северодвинцев от 5 до 14 лет. Праздничное настроение создали себе ученики второй школы. В ноябре администрация учреждения объявила конкурс на лучшее украшение окон среди учеников начальных классов. В этом конкурсе приняли участие все 14 классов наших начальной школы. Вы знаете, окна получились просто шедевральные, поэтому мы с нашими горожанами решили поделиться нашей радостью. Теперь на окнах красуются Деда Мороза, Снегурочки, Олени и Собаки. Чтобы у произведения был сюжет – одно из критерий оценок. В жюри – родители, администрация школы и старшеклассники. Также новогодние панно должны красиво и эстетично смотреться. По итогам конкурса выберут класс-победитель. Призами отметят всех малышей. Окна с новогодней тематикой будут радовать горожан до 10 января. Когда глава Северодвинска научился читать и кто его первая любовь, на вопросы детей ответил Игорь Скубенко. Детская пресс-конференция с участием главы города прошла впервые в истории Архангельской области. Там встретились с моим первой любовью. И как ее звали? Мне стыдно, потому что первую любовь надо помнить, честно. У меня было 7 лет, и я не помню, как звусь, зовут мою первую любовь. Это один из первых вопросов, который интересует детей о главе нашего города. Игорь Скубенко принял участие в детской пресс-конференции. 20 юных журналистов – маленькие телезвезды проекта «Мысли в слух». Им от 5 до 10 лет. Наша семья вся поет в душе. Мама, например, современный, иностранный, папа казацкий, а я с ученого сочинения. А вот вы поете в душе? Если я в душе запою, я думаю, что воду отключат, это как минимум. А максимум придет сосед с верхнего и с нижнего этажа и со мной по-человечески поговорит. Глава города отвечал без подготовки, быстро и честно. Даже на самые серьезные вопросы. Чем мое поколение отличается от вашего? Какие у него есть недостатки или плюс это? Недостатков вашего поколения я, честно говоря, не вижу. Особых. То, что вы умнее в отдельных вопросах даже у нас, взрослых, это я могу точно говорить. Игорь Скубенко рассказал и о своих секретах. Маленьким он любил играть в городки и морской бой. Читать научился в 4 года, а стоматологов перестал бояться только в зрелом возрасте. Такое мероприятие с участием первого лица города впервые прошло в Архангельской области. Юные леди дни переставали спрашивать о любви вновь и вновь. Обычно все мальчики в детстве ухаживают за девочкой. А когда вы в первый раз поцеловались с девочкой? Я уже сказал, первая любовь в 7 лет. Запомнилась только по той причине, имя я забыл. Помню, потому что поцеловал первый раз тогда. Дети как-то согласились очень быстро. Они обрадовались. И если поначалу им приходилось рассказывать, кто такой Игорь Васильевич Скубенко, то сейчас мы провели мероприятие, после которого они точно знают, кто у нас глава города. Он оказался смешной, но я не думала, что он был такой веселый. На фотографиях он не казался таким, как я его представляла. Я думала, что он весь из себя богат и важный, а в результате оказалось, что обычный деловой человек. Отличный проект. Вы знаете, сложнее отвечать, чем отвечать взрослым. Потому что надо подобрать правильные слова, слова, которые поймет ребенок. Тем более, что дети разного возраста. 5 и 10 лет – это два разных ребенка. После пресс-конференции глава города вручил детям новогодние подарки. Фотографировался, раздал автографы. А юные журналисты будут готовиться к новому разговору. Кто будет следующим спикером, узнаем после новогодних праздников. Ксения Юлина, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска. Новогодняя акция в торговой сети «Эконом». Каждую субботу в декабре скидка 40%. Всем и на все. Экономь в Новый год с «Эконом». Новогодние суперцены и скидки на всю технику в дискаунтерах холодильник. Например, телевизор за 9 990 рублей. Сковородка – 290 рублей. Кухонные весы – 490 рублей. Микроволновка – 2 990 рублей. Кастрюля – 390 рублей. И чайник – 390 рублей. Электрическая печь – 2 990 рублей. Фен – 290 рублей. Мобильный телефон – 490 рублей. Огромный ассортимент низкие цены, бесплатная доставка. За подарками в дискаунтер «Холодильник в Северодвинске» на «Морском 49А». Внимание, внимание! Зимняя ярмарка на вертолетке. Для вас елочный базар. Фейерверки, подарки, финские товары, акции и скидки. С 22 по 25 декабря. Золотой. Модно, стильно, доступно. Ах, эти топазы! Какая красота! Беру! К Новому году готово! Мы знаем, как сделать ваш праздник ярким. Салют, Поморья! Волшебство, доступное каждому. И о спорте. На стадионе «Север» «Фоксивмаш» прошел ежегодный турнир по хоккею с мячом памяти игроков команды «Север». В ледовых баталиях приняли участие 6 северодвинских команд разных поколений. Турнир по хоккею с мячом был разыгран в укороченном варианте поперек поля и по 7 игроков на площадке. Отрадно, что наряду с ветеранами на льду стадиона «Север» выступили и юные хоккеисты. Без единого поражения, пройдя матчи предварительного этапа, до финала дошли команды «Севмаш» и «Север». В поединке за золотые награды хоккеисты Центра атомного судостроения показали более комбинационную и результативную игру. Забив ворота соперника 7 мячей и пропустив 3, «Севмаш» занял первое место. В матче за бронзу команда «Звездочка» разгромила юношей «Севмаш-2» со счетом 11-1. Лучшими игроками турнира на своих амплуа были признаны самый надежный голкипер Максим Тетерин и лучший нападающий Роман Левченко, оба «Севмаш». Михаил Шершов из «Севмаш-2» стал лучшим полузащитником, а Евгений Шехирин из «Звездочки» – защитником. И, наконец, приз самого ценного игрока турнира по праву получил Василий Глебов. «Север». В спортзале «Беломорец» «Фокс-Звездочка» состоялись открытые чемпионаты первенства Северодвинска по вольной борьбе, а также областное первенство среди юниоров. Всего на ковер вышли 62 борца из города Корабелов – Архангельска, Плесецка, Северонежска и поселка Савинский. Начнем с юниорского первенства области, которое стало первым этапом отбора на первенство Северо-Запада страны. И тут в трех весовых категориях «Золотые награды» завоевали два представителя «Звездочки» – Никита Меньшенин и Дмитрий Паксадзе, а также спортсмен ДСШ-2 Никита Пермяков. К слову, в чемпионате города эти же борцы показали наилучшие результаты. Что касается первенства Северодвинска, то в нем на высшую ступень педестала поднялись Егор Малыгин и Роман Ливанидов – оба из ДСШ-2, а также четыре вольника – «Фокс-Звездочка» Егор Еремеев, Роман Чапура, Владислав Бахтин и Александр Тюмин. На сегодня это все новости. До свидания.